Здесь аварийно опасный участок. Несанкционированная тропа через железнодорожные пути у края платформы Гагаринская – место, опасное во всех отношениях. На прямом участке двухпутной железной дороги проходят не только электрички, но и скоростные поезда в дальнем исследовании. Зацепиться каблуком за рельс, переходя пути, о таком варианте развития событий пешеходы предпочитают не думать. Тем не менее, многие переходят дорогу в опасном месте. Здесь не было ни одного случая. А на мостике уже несколько человек погибло. Потому что они переходят и за поездом не видят оттуда мчиться без остановки. Здесь тоже же платформа может ограничивать вообще-то. Здесь нет, нет. Здесь все нормально. Скажи, пожалуйста, а не опасно вот так ходить? Можно же испоткнуться. А где надо ходить? А мне вот сюда надо. Меня ждут машины здесь. Вот здесь бы сделали переход, потому что здесь удобная стоянка для машин. А там вообще машине негде встать. Каждые 10 минут на этом переходе у платформы Гагаринская мчатся электрички. Место довольно опасное, поэтому нужно выбирать правильные пути перехода. Оборудованный переход через железную дорогу, настил с противоскользящим покрытием, находится по другую сторону платформы. Здесь и нужно пересекать пути, убедившись, что поблизости нет поезда. На днях у платформы Гагаринская прошел рейд под названием «Несанкционированная тропа». Специалисты беседовали с каждым, кто переходил пути в неположенном месте, а заодно рассказывали, что уже приступили к решению вопроса безопасности движения пешеходов. Необходимость обустройства перехода здесь мы видим, но пока процесс согласования этого перехода и его обустройства с РЖД достаточно долгий. Пока это все займет много времени, пока все это будет сделано, мы закроем этот переход, заварим совместно с РЖД, естественно, для того, чтобы не было здесь каких-то несчастных случаев. Пока же прибывших на электричке пассажиров у платформы встречали молодогвардейцы с листовками. Несанкционированная тропа может и короче пути до оборудованного перехода, но риск оступиться перед идущим поездом несопоставимо велик. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.